Для кукольников не существует языкового барьера. Встречаясь на международном фестивале «Муравейник» в Иванове, они прекрасно понимают друг друга, потому что говорят на одном языке – языке творчества. Труппа из польского театра «Игры и люди» из Котовицы привезла спектакль сказки «Братьев Гримм». В России они впервые и приехали по приглашению ивановцев. Несколько месяцев назад были в Польше на фестивале и показывали там спектакль детский альбом Чайковского, который замечательно приняли. И вот одна из актрис этого театра, играющая главную роль в этом спектакле, она была нашим куратором. Она немножко говорит по-русски, нам было так хорошо с ней общаться. Мы хотели пригласить очень большой спектакль, но вы знаете, у всех есть проблемы, финансовые в том числе. Поэтому у них небольшой спектакль. В «Братьев Гримм» задействованы всего три человека – два актера и музыкант. Этот спектакль попытка воссоздать образ средневекового театра, где музыка только живая, а куклы сделаны из подручных предметов – корзин, деревянных ложек, чашек. Куклы мы делали сами, потому что спектакль исторический, историческим спектаклем. Но мы не знаем, как делали куклы в этом часе. Спектакль «Братьев Гримм» состоит из двух историй, обе с счастливым финалом. Одна из них рассказывает о юноше, родившемся в рубашке. Злой король пытался его утопить, когда тот еще был младенцем, но кузни не уменьшались успехом. Аккуратно «Братьев Гримм» Прекрасно «Братьев Гримм» Вторая история о волшебнике-гноме, который помог бедной девушке избежать злой участи, соткав из соломы золото. Взамен она обещала отдать своего первенца. Однако, когда час расплаты настал, юная особа совсем забыла о своем обещании. Избежать расставания с ребенком она могла, только угадав имя гнома. Зал аплодировал польским кукольникам стоя. Настолько искренни были эмоции актеров на сцене. На память об Иванове трупы театра «Игры и люди» увезет муравья. Семь у Международного фестиваля театра «Фуково» – муравейник.